Привет, народ! С вами Фенаргот. На протяжении последних месяцев я делился с вами различной информацией и догадками касательной игры Артефакт, карточной игры от Valve по Dota 2. Игра имела статус неразглашения, но сегодня эмбарго было снято, и публика увидела первые детали игры, с которыми я спешу с вами поделиться. Поэтому не забудь подписаться и поставить лайк. Ну и про мой паблик и сайт по игре не забываем, ссылка есть в описании. Погнали! Буквально несколько часов назад Гейб Ньюэлл встретился с представителями прессы и представил публике бета-версию игры Артефакт. Информации много, поэтому перед комментированием просмотрите ролик полностью. Сперва основная информация, потом геймплей. Игра будет содержать в себе новые уникальные функции и механизмы. К примеру, будет добавлена стадия покупки и искусственный интеллект, который будет обучать игрока. Гейб Ньюэлл также заметил, что открытие паков и создание колоды станут более социальными и соревновательными. Видимо, в связи с тем, что будет доступен обмен внутриигровыми предметами. Да, будет поддержка и стим-маркета, и воркшопа. Ньюэлл также заметил, что Артефакт — это не карточная игра по Дота 2, а скорее игра, использующая Доту как базу. В связи с этим игра создаст большое количество контента, который потом перетечёт и в Доту, к примеру, предметы, герои и многое другое. Игра, как и Дота, будет сосредоточена только на мультиплеерной составляющей, поэтому одиночного режима в ней не планируется, кроме разве что обучения. Артефакт на данный момент находится в стадии закрытого бета-тестирования, доступ к которому есть только у представителей игровой индустрии и профессиональных игроков карточных игр. Игра будет выпущена в конце 2018 года и будет платной. Да, никакого фри-то-плей и огромного числа сморфов. Также в середине 2019 года игра выйдет на iOS и Android с поддержкой движка Source 2. Также в начале 2019 года пройдёт первый чемпионат по игре с призовыми в 1 миллион долларов. Но есть ещё несколько очень важных деталей. К примеру, Ричард Гарфилд, разработчик одной из, пожалуй, лучших коллекционных карточных игр, Magic the Gathering, является основным разработчиком артефакта. Да, Valve наняли его к себе в команду, как и Айсфрога когда-то. Также в игре будет несколько возможностей получать игровые карты. И часть заработанных денег будет идти на спонсирование чемпионатов. В самой игре будут проходить автоматизированные турниры. В игре также будет режим наблюдателя, как и в Доте, и будет доступна статистика через API. Так что мы, к примеру, сделаем бота, который будет публиковать информацию о профессиональных матчах в нашем паблике и на сайте. Ну и, конечно же, сделаем калькулятор колод. Что же, перейдём к самому интересному. Геймплею. Имеется три линии. На них пять героев, по три предмета у каждого. На атаку, защиту и здоровье. Предметы можно покупать за голду, как в Доте. У башен по 40 здоровья. Крипы могут спавниться на линии, помимо того, что их можно разыгрывать из руки. То есть, как и говорилось ранее, есть три линии, и задача уничтожить две линии из трёх для победы. То есть, трон уничтожать не надо. У каждой из линий есть свой монопол. И есть карты, которые работают полностью на все линии. К примеру, Глиф. У героев есть пассивные навыки и активные, и их каким-то образом можно прикреплять. После смерти герой возрождается через определённое время, как и в Доте. При помещении карты на поле она кладётся рубашкой вверх и переворачивается после начала хода. Из руки можно играть с Омонов, к примеру, Волков, Ликана и каких-то других от нового героя, о котором пока неизвестно. Предметы могут наносить урон постройкам или просто как-то на них воздействовать. Также предметы имеют и активные навыки, как и в Доте. Всего на данный момент в игре есть 280 карт и 44 героя. Есть также и новый магический крип Фабио, который виден на новом постере игры. Вот пока что как-то так. Огромное количество информации для размышления и детального рассмотрения, которое просто не помещается в один ролик, так что дальше смотрите и будут ещё ролики. Ну и как минимум есть новые герои, которые могут оказаться в Доте. И по ним я тоже, скорее всего, буду делать обзоры. Ну и не забываем про паблик ВКонтакте и сайт игры, где я буду разыгрывать ключи на доступ к бете уже в скором времени. С вас же лайк, подписка и колокольчик. С вами был Фенергот и до скорых встреч.